Попасть на небеса просто, остаться там задача потяжелее. Адена Хелпен, 10 лучших дней моей жизни. Всем привет, с вами я Ксения Куницова, и сегодня я сделала книжный обзор на очень интересную книгу от писательницы Адены Хелпен, 10 лучших дней моей жизни. Эта книга повествует о том, как девушка Алекс Доренфилд погибает в аварии, её убивает в машину вместе со своей собакой Биглем по кличке Перфи. Она попадает в рай, и там для неё открыты все двери. Там есть всё, что она может только пожелать. Стоит ей подумать о чём-то, это тут же появляется у неё. Там есть много нарядов, замечательный молодой человек, которого она влюбляет с первого взгляда и любовью, и все дела. Там находятся все её родственники, которые умерли ранее. Там можно есть и не толстеть, там можно носить туфли, и при этом не будут уставать ноги. Одним словом, рай. Она попадает весь мой мир. Так как она погибает слишком молодой, в возрасте 29 лет, ей дают задание написать сочинение на тему 10 лучших дней моей жизни, чтобы понять, достойна она оставаться на седьмом небе, или её надо спустить на несколько уровней ниже. Книга очень интересная, особенно переплетение вот этого реального как бы мира с загробным, то есть, что в раю всё вообще отлично, и что бояться смерти не нужно. Это очень такая щепетильная тема для некоторых людей. В общем, книга написана вообще просто замечательно, отличным языком, то есть, вы всё поймёте. Там особенно очень интересно читать истории из её жизни, то есть, вот эти 10 лучших дней. То, как она вроде бы вела такую немножко разболтанную, развязанную жизнь, и она умеет находить в этих днях хорошее что-то, чтобы убедить высшие силы оставить её на седьмом небе. Также эта книга является дебютной книгой данного автора. Если вспомнить, я купила её всего лишь из-за того, что на обложке нарисован Бигль. Понимаете? Просто из-за того, что Бигль нарисован. И я просто чувствовала, что эта книга мне понравится. Хотя бы из-за того, что тут Бигль висует. Всё, это автоматически уже моя любимая книга. Книга мне очень понравилась, и всем рекомендую, потому что понравится любому. Просто думаешь иногда такой, типа, что будет, если я умру? И тут именно размышления о Дене Хелпен по поводу того, что будет, если мы умрём? Когда мы попадём? Что с нами там будет? Книга достойная прочтения каждого, поэтому читайте 10 лучших дней в моей жизни о Дене Хелпен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока!